Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на полную линейку десктопных процессоров Intel Rocket Lake. Взглянем на RX 6900 XT в исполнении Sapphire и окунемся в будущее процессоров AMD Ryzen. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с Microsoft, которые решили пойти по стопам Apple. Издание Bloomberg сообщило, что в настоящий момент Microsoft не только трудится над ARM процессорами для центров обработки данных, но и рассматривает возможность миграции на собственные кристаллы компьютеров Surface. Стоит отметить, что софтверный гигант уже долгое время работает над своей Windows ARM, пусть и с переменным успехом. В операционной системе уже скоро появится совместимость с привычными приложениями, а производство собственных систем на кристалле окончательно ознаменует переход на архитектуру ARM. Если Microsoft действительно последует примеру Apple и Amazon в разработке своих собственных ARM процессоров, то она потенциально может сократить цепочку поставок и добавить ещё один источник прибыли. А новость о разработке собственного процессора моментально уронила акции производителей кристаллов с архитектурой X86. Особенно серьёзно пострадала компания Intel, которая в перспективе может потерять ещё одного стратегического клиента. Её акции тут же подешевели на 6,3%, снизившись до уровня 47 долларов. А акции AMD, которую это особо не затрагивает, потеряли всего 1%. Тем временем веб-ресурс VTC FTech выяснил точные сроки дебюта настольных процессоров Intel Core 11-го поколения, а также материнских плат 500-ой серии. Стало известно, что формальный анонс Rocket Lake S и чипсетов состоится 11 января в рамках пресс-конференции на CES 2021. В этот же день уже стартуют продажи материнских плат с набором логики Z590. Правда в первое время в них можно будет установить только процессоры Core 10-го поколения. Сами же процессоры Rocket Lake S станут доступны для покупки в марте следующего года. 1 марта 2021 года, судя по всему, будет снят запрет на публикацию обзоров и стартует приём предварительных заказов. А вот в рознице процессоры Core 11-го поколения появятся 19 марта. Но до сегодняшнего дня считалось, что все процессоры будут относиться к серии Rocket Lake S и будут основаны на архитектуре Cypress Cov. Но, как выясняется, семейство может включать и обновлённые процессоры текущего поколения Comet Lake S. Стало известно, что новое поколение будет состоять из Rocket Lake S под марками Core i5, i7 и i9. А вот Comet Lake Refresh будет реализован под маркой Core i3 для систем начального уровня. Ожидается, что серия Core i9 будет представлена моделями 11900K, 11900 и 11900T. Версия K получит TDP 125 Вт, обычный 65 Вт, а TEF всего 35 Вт. Вся линейка Core i9 и Core i7 получит 16 мегабайт кэш-памяти и новейшую встроенную графику Intel XELP с 32 исполнительными модулями. А вот что принесёт Comet Lake Refresh пока не ясно, но скорее всего это будет обычный прирост частоты. Плюс ко всему, модели Pentium и Celeron нового поколения также будут основаны на Comet Lake Refresh, а их модельный ряд особо не претерпел изменений. Что касается частот процессоров, то ожидается, что базовая частота будет немного ниже, чем у нынешнего 10-го поколения. А вот частота буста будет немного выше, но это не имеет значения, так как новая архитектура должна увеличить исполнение инструкций за такт. А фирменный магазин США под названием PlayStation Direct прекратил продажи консолей PS4. Запасы новых консолей в нём попросту закончились, что прямо намекает на скорое завершение производства и окончательный переход на PS5. Официального заявления от подразделения PlayStation пока не поступало, однако на странице PS4 Pro в магазине указывается, что новых поступлений данной модели не ожидается. А учитывая высокий спрос на приставки нового поколения, компания могла сосредоточить своё внимание именно на их производстве. Ведь при цене в 400 долларов версия PS4 Pro стоила столько же, сколько бездисковая версия PS5 Digital Edition и всего на 100 долларов дешевле консоли PS5 с дисководом. Тем временем в красном лагере протестировали процессор Ryzen 9 5900HX, рассчитанный для игровых ноутбуков. По всей информации данный Ryzen станет новым флагманским APU от AMD для ноутбуков, а суффикс HX скорее всего означает относительно высокое энергопотребление и соответственно повышенную производительность. Согласно данным Geekbench 5 процессор обладает базовой частотой в 3,3 ГГц и бустится до 4,7 ГГц. Если сравнивать его результат, то он будет на 24 процента мощнее в одноядерном режиме, чем прошлый Ryzen 9 4900H. А в сравнении с i7 10700K он оказался на 13 процентов быстрее в одноядерном режиме и сравнялся с ним при многопоточной нагрузке. Плюс ко всему он превзошел Core i9 10900K в одноядерном режиме на 8 процентов. Это выдающийся результат, учитывая что 10700K и 10900K это настольные процессоры мощностью по 125 Вт. Также на днях стали известны подробности о будущих гибридных процессорах AMD. Эти детали как раз заполняют пробелы в известных ранее планах. Согласно этой информации, уже в следующем году AMD выпустит первый APU с графикой Navi 2, известный под кодовым именем Van Gogh. Этот процессор будет включать ядра с архитектурой Zen 2 и отличаться значением TDP всего 9 Вт. Однако основное внимание будет уделено серии Cezanne, в которой будут предлагаться процессоры с ядрами Zen 3 и встроенной графикой. Но в отличие от Van Gogh эти решения будут по прежнему включать довольно старую графику Vega. Также до конца следующего года AMD выпустит обновлённые гибридные процессоры с ядрами Zen 3 и 6-нм техпроцессом. Эти APU под кодовым названием Rembrandt заменят Cezanne и наконец-то получат графику Navi 2. Стоит также отметить, что слухи о 6-нм кристаллах не новинка, хотя AMD никогда официально этого не подтверждала. А Insight поведал и о совершенно новом названии Barcelo, которое якобы будет обновлением Cezanne U. И наконец-то стало известно про грядущие процессоры Polec. Они будут представлять собой относительно простые 14-нм решения с ядрами Zen 1-го поколения и графикой Vega, но при этом с TDP всего 4,5 Вт. Такие процессоры наверняка станут очень интересным решением, которое будет долго работать от аккумулятора и при этом выдавать достойную производительность. А вот Sapphire Technology дополнила свой ассортимент видеокарт флагманской моделью Radeon RX 6900 XT в исполнении Nitro+. Новинка использует печатную плату с усиленной системой питания и двумя микросхемами BIOS, а занимает всего-то три слота расширения и характеризуется длиной 310 мм. Система охлаждения такой видеокарты будет представлена алюминиевым радиатором с шестью теплотрубками и тремя вентиляторами, причем вертушки по бокам используют 11 лопастей, а центральная всего 9. Также вендор предусмотрел небольшой заводской разгон. Частота Boost увеличена с эталонных 2250 МГц до 2285. А номинальное энергопотребление видеокарты составляет 340 Вт и при этом используется всего два разъема дополнительного питания 8 пин. Сама же Sapphire не спешит раскрывать стоимость и дату старта продаж RX 6900 XT Nitro+. Но учитывая существенные наценки на нереференсные видеокарты 6800 XT, можно предположить наценку в 200 долларов по сравнению с эталонной версией. Хотя цена на флагманскую модель может быть более адекватной из-за и так дорогого прайса. Но в наличии такие карты придется ждать еще очень долго и именно поэтому Nvidia не спешит выпускать RTX 3080Ti, так как 6900 XT просто невозможно будет купить в ближайшее время. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.